Я вас приветствую! Меня зовут Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. Добро пожаловать в очередной выпуск видеокаста, тема которого просто о CICD. Continuous Integration, Continuous Delivery и Continuous Deployment – так расшифровываются эти понятия. На русский язык это можно перевести как непрерывная интеграция, непрерывная доставка и непрерывное развертывание. Для тех, кто не знает, CICD – это концепция, которая реализует своего рода автоматизированный конвейер. Данный конвейер облегчает процесс слияния только что написанного и законченного кода с основной кодовой базой, а также запускает различные тесты и проверки плюс автоматизированные диплои и развертывания. Все это зависит от того, насколько глубоко CICD интегрирован в ваш проект. Если говорить в общем, то это автоматизированный процесс доставки только что запиленной фичи со всеми необходимыми проверками на продакшен сервер заказчика. И забегая чуть вперед, имейте в виду, что CICD используется абсолютно на всех проектах, просто данная автоматизация сделана в большей или меньшей степени. Многие ошибочно полагают, что CICD – это процессы, которые взаимоисключают друг друга. На самом деле нет, по своей структуре они больше напоминают матрешку, где самый внутренний уровень – это Continuous Integration, возможности которого расширяются и дополняются внешним – это Continuous Deployment. Основная цель этих процессов – повысить надежность разработки и стабильность релизов, а также ускорить время, затрачиваемое на эти процессы. Ну что ж, давайте разберемся в каждом шаге цикла CICD более подробно. Для начала рассмотрим картинку, которая полностью показывает весь цикл разработки, включающий CICD. А затем рассмотрим каждый из этапов автоматизации в отдельности. Первый шаг – это код. Здесь, как нетрудно догадаться, идет написание кода, покрытие этого кода тестами, commit и push в git, или любую другую систему контроля версий. Второй шаг – Build. Система наподобие Jenkins автоматически собирает ваши изменения и запускает их тестирование. Третий шаг – Test. После успешного прохождения автоматических тестов, изменения отдаются в ручное тестирование. Четвертый шаг – Release. После того, как команда тестировщиков проверила все изменения, у нас получилась стабильная версия продукта. Этой версии присваивается номер, и теперь данные изменения называются релиз-кандидатом. Пятый шаг – Deploy. Нашу релизную ветку мы загружаем и разворачиваем на продакшн сервере клиента. Шестой и седьмой шаги – Operate и Monitoring. Здесь мы следим за развернутой версией продукта и в случае чего стабилизируем ее или фиксим, так как всегда есть вероятность, что что-то может сломаться. И последний шаг – это Plan, или просто планирование новой функциональности, либо сбор данных о внесении изменений и корректировок для будущих релизов. В целом, так работает процесс поставки продукта, начиная от стадии написания кода и заканчивая использованием новой функциональности клиентами. А теперь давайте разберем как CI-CD помогает автоматизировать все эти шаги. Ядро всех процессов – это непрерывная интеграция, то есть CI. Данный шаг заключается в следующем. Весь код, который пишется командой, объединяется в основной репозиторий. В стратегии мерджинга при командной работе мы сильно вдаваться не будем. В общих чертах это выглядит следующим образом. Вы работаете в своей локальной ветке. После завершения работы, вы открываете пол-реквест и отправляете его на код-ревью. После успешного прохождения которого, вы вливаете все свои изменения в основную ветку. Обычно это ветка develop. Точно так же поступают все остальные члены команды. Таким образом, предположим, к концу дня в этой ветке уже есть определенный набор фич или фиксов. Каждый раз после такого слияния должна происходить автоматическая сборка проекта и его тестирование. То есть код компилируется и упаковывается, после чего запускаются автоматические тесты, которые проверяют различные модули приложения, интерфейс, производительность API и т.д. Таким образом, если что-то вызывает ошибку и тесты падают, мы будем знать об этом еще до того, как выкатили релиз. А следовательно, мы не допустим попадания функциональности, которая ломает наше приложение, на продакшн сервер. Как результат, в случае таких нюансов, у нас есть возможность внести фиксы и стабилитировать билд. Какой можно сделать вывод? CI – это своеобразная страховочная сетка, которая позволяет избегать проблем в продакшн версии проекта. Для CI есть одно необходимое условие. Тестирование билда должно происходить максимально быстро для того, чтобы CI имел смысл. В среднем, длительность автоматизированного тестирования не должна превышать 10 минут. В противном случае, разработка может затягиваться по времени, а это не очень хорошо. Я надеюсь, вы уловили, что в процесс CI входит именно автоматизирование шагов проверки только что написанного кода. Переходим на следующий шаг – это Continuous Delivery или непрерывная доставка. Если говорить в общем, то это практика автоматизации всего процесса релиза программного обеспечения. Идея заключается в том, чтобы автоматически выполнять шаг CI, после чего также автоматически готовить проект к релизу на боевой сервер. Обычно на этом этапе в процесс разработки подключается DevOps. Он берет уже протестированный и проверенный на этапе CI-билд и производит его развертывание. Фактически, это происходит в пару кликов, либо вообще полностью автоматизируется. Таким образом, разработчик, который активно участвует в CI, может смело переходить к следующей задаче. На самом деле, этап непрерывной доставки очень небольшой и полностью автоматизированный. На нем требуется вручную выполнить минимум одно действие – это одобрить развертывание в продакшн и запустить его. И фактически, это все. Конечно же, есть исключения. Если проект работает в интеграции с различными сервисами, то количество действий, выполняемых вручную, может расти. Что же касается Continuous Deployment, это последний этап непрерывного процесса разработки. Он включает в себя все предыдущие шаги. И его суть заключается в том, чтобы развернуть внесенное программистом изменения в продакшн, без каких-либо дополнительных отмашек со стороны разработчика. Однако, данный этап требует, чтобы в команде существовала, скажем так, культура мониторинга. Чтобы в случае чего каждый мог откатить изменения, которые привели к поломке системы. На самом деле, организуется этот процесс по-разному. Но способ, который видел я, был просто верхом креативности. В комнате на стене у разработчиков висел светофор. Я понятия не имею, где они его взяли, как втащили и повесили. Причем, это была именно старая модель, большая и с лампочками. Так вот, этот светофор висел на стене и показывал состояние билда. И если все было в порядке, то он горел зеленым. А если что-то ломалось, то загорался красный. Входя в комнату, можно было сразу понять, как идут дела. И это был просто прекрасный индикатор. Более простой вариант, это обычный монитор, где-нибудь в центре open space, который также выводит информацию о состоянии билдов. В обоих случаях, если билд вложился, можно было оперативно среагировать и откатиться. Подводя итог всего вышесказанного, давайте еще раз разграничим зоны ответственности каждого шага. Итак, непрерывная интеграция. Разработка ведется в своих отдельных ветках, после чего все изменения вливаются в основную ветку. Процесс сборки и тестирования запускается автоматически, и занимает как можно меньше времени. Остальное развертывание запускается вручную. Непрерывная доставка. Процесс CI автоматизирован, А также автоматизирован процесс сборки и релиза. Развертывание в competency происходит вручную. И непрерывное развертывание. Предыдущие два этапа полностью автоматизированы, Плюс автоматизирован процесс разворачивания изменений в production. Все просто. И в целом это вся информация, которую я планировал рассказать вам о CICD. И теперь, я надеюсь, эти понятия стали вам понятны и не вызывают никаких затруднений. Но если у вас все-таки остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал, жать колокольчик и ставить лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok